здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена и наша рубрика и величество кухня продолжаем знакомить с лучшими клубничными заготовками бывает так что во время транспортировки часть ягод мнется и не имеет никакого кондиционного вида есть мелкие ягоды невыразительные поэтому их тоже выбрасывать мы никогда не будем есть рецепты заветные которые выручают и получаются безоходное производство один из таких вариантов я вам сейчас покажу мы будем с вами варить клубничный джем с черешней и вот вы на столе можете увидеть то ничего мы это будем готовить если вы видите у меня взвешен килограмм клубники порченой ее не назовешь но я люблю очень джем и поэтому считаю возможным заготавливать его огромное количество вам потребуется килограмм сахара я его уже взвесила и 300 грамм черешни без косточки по поводу черешни с черешни делается масса джемов джемы напоминаю это такие сладкие изделия которые имеют не только перообразную основу но в нее вводятся всяческие дополнители мы с вами варили абрикосовый джем с апельсинами где апельсины были наполнителями здесь же наполнителем будет черешня чем черешня хорошая почему ее используют как наполнитель для джемов она не имеет своего выраженного вкуса поэтому вписывается фактически с любыми фруктами без всяких ограничений и при этом довольно таки вкусно просахаривается внутри какой какой черешня использовать для ягод красного цвета такими какими является например клубника можно использовать и красный белый черешня для джемов который имеет как абрикосы оранжевый цвет для того чтобы не окрасить фруктами и не испортить цвет самой основы используются только белые сорта черешня ну вот я вам в двух словах сказала как это делается теперь остается приступить к рецепту и так вот у нас кастрюля здесь на столе я весы уберу для того чтобы они вам больше не затмевали здесь ничего всегда для варки джемов беру кастрюлю с толстым дном вот можете посмотреть в этой кастрюле двойное дно это говорит о том что для варки варенье она исключительно хороша у нее одна проблема она просто маленькая и могу я в ней варить не больше килограмма фруктов вот это меня окорчает значит я сюда пересыпаю клубнику сейчас было бы в пору уже ее начинать перебивать блендером но в отличие от абрикосов которые более сочные клубника очень тяжело отдает свою влагу и тяжело перебивается поэтому ее предварительно надо распаривать вот здесь у меня на килограмм клубники приготовлен стакан воды сейчас я это все дело отправляю на огонь огонь будет незначительный для того чтобы медленно прогреть ягоду с момента закипания воды мне потребуется 3 минуты для того чтобы все пропарилось естественно пропаривать буду под крышкой и на рассекатель и так заметьте не было недосыпано ни сахара ничего ягода я тоже не трогаю сейчас на рассекателе стоит кастрюля огонь довольно таки большой как только начнется первые признаки кипения на дне я сразу же убираю огонь до маленького и засекаю время в течение 7 минут максимум но думаю что минутами тремя мы обойдемся накрываем крышкой вот так будет выглядеть кипение вокруг ягод с этого момента как только увидите такие последствия засекайте 3 минуты этого достаточно для того чтобы пропарить ягоду единственно периодически вот таким вот образом но не голыми руками как я а защищенными полотенцем встряхиваете для того чтобы ягоды пропаривались когда пропарена перед тем как ее перебивать засыпайте половину сахара который у вас приготовлен вот это как раз остается нам с вами сейчас сейчас в общем теперь я высыпаю оставшийся сахар и за кадром по жужу перебью это в равномерно у нас в результате получилось совершенно перебитая ягода если вам какие-то там крупинки встретиться в джеме это допустимо мы постарались тут у нас техника мощная практически превратили все в пыль теперь переносим нашу заготовку на рассекатель огонь будет очень большой никуда не отлучаемся и будем при помешивании прогревать с момента закипания будем варить это все счастье 15 минут как видите заготовка наша для джема начала кипеть вот тут сбоку хорошо видно с этого момента застекаем 15 минут огонь по-прежнему очень энергичный и лопаточкой не забываем все это дело помешивать обязательно снимайте с боков то что здесь есть пинка ее трогать не надо она не смертельно совершенно это кислород который мы били туда когда перетирали смородину ой вернее господи уже смородина наверно скоро будет клубнику вот и варим при помешивании ложечкой деревянной в течение 15 минут что делаем дальше я вам покажу так теперь то что осталось за кадром мы варили 15 минут нашу заготовку для джема обращаю внимание если держать заготовку на очень бурном огне у вас здесь поднимется высокая шапка это неизбежно кастрюлька у меня не очень большая поэтому доваривала я вот при таком незначительном кипении вот видите едва-едва там эта масса шевелится 15 минут прошло лопаточкой помешала нам осталось доваривать джем в течении 5 минут это самое время засыпать сюда черешню черешню переваривать не надо это ягода очень быстро изготовляется тем более температура сиропа здесь достаточно для того чтобы черешни не осталось сырой с этого момента засекаем 5 минут напоминаю перед концом варки когда время истечет вам надо будет добавить пол чайной ложки лимонной кислоты и джем можно и джем можно будет фасовать после заброски черешни кипение прекратилось как вы видите напоминаю 5 минут вам нужно будет засекать с того момента когда кипение возобновится джем готов я его отключаю и добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты без горки для чего нужна лимонная кислота в данном случае она сохранит цвет очень жизнерадостный у этого клубничного изделия сколько брать черешни мы взяли столько сколько у нас было в наличии 300 грамм можно брать килограмм или даже 700 грамм смело и так же засыпать только удалите косточки засыпать будете тогда же когда и я за 5 минут до конца варки все наше изделие готово теперь под камеру мы его заполним баночки поскольку черешни у нас не так много постарайтесь пожалуйста набирать с таким расчетом чтобы у вас в каждой банке оказалась ягода не было такого что где то есть а где то нет наливаем под самый верх используются банки под закрутку вот поэтому в данном случае сейчас это у нас мы закроем за кадром а последующие будем закатывать у нас на глазах банки я использую те которые были у нас с томатной пастой или другими заготовками крышки многоразовые в отличии от тех которые вы покупаете на базаре хорошо себя ведут закрыть надо это извините команды раздаю еще не отходя от кассы последнюю закроем на глазах как я обещала а даже может даже не будем ждать я просто покажу как это делается для тех у кого не было возможности еще пользоваться такими банками то есть берется крышка одевается и легким движением руки закручивается вот и все очень удобная вещь следующая баночка которую мы заливаем очень вкусная заготовка джемы так или иначе начинают желироваться у нас может сложиться такая ситуация что эту банку мы можем разъедать хотя хотя собственно говоря если у вас чуть чуть не долито до верха это не страшно такая консерва тоже будет хранится вот видите как все легко и просто вот посмотрите на блюде у меня осталось оно уже практически желируется этот джем поскольку ягоды клубники неплохо отдают такое вот легкое желе вот в результате что у нас получилось сейчас мы свои банки перевернем на крышку укутаем их одеялом и оставим до утра утром банки отправятся в погреб с вами была Елена и джемс черешни